Приветствую вас уважаемые зрители. Сегодня в ремонте аэрогриль WES, модель AX747D. Причина ремонта в периодическом несрабатывании кнопок управления и невозможности выставить нужный режим. Эта печка уже была у меня в ремонте примерно месяц назад и вот опять вернулась с той же самой проблемой. Здесь видно, что кроме кнопки сброс никакие другие не отзываются. Чтобы добраться до электронной начинки нужно с нижней стороны откидывающейся панели отвернуть три самореза, а потом разъединить защелкивающиеся края. При первом попадании в ремонт жалобы были лишь на то, что некоторые кнопки иногда не срабатывают, поэтому в тот раз я заменил все кнопки на новые. И действительно в прошлый раз я лично наблюдал лишь отдельные нечеткие срабатывания. Поскольку в этот раз управление полностью не работало, а в качестве кнопок я был уже уверен, то начал искать некую блокировку, но на механизме откидывания никаких контактов или герконов с магнитами я не обнаружил. Зато под крышкой нашелся обычный гравитационный датчик опрокидывания. Судя по звуку, это устройство обычное механическое, в котором грузик при различных положениях замыкает, либо размыкает контакты. Это устройство обычной почки. Держит. Размыок. Поехали категоринг. Поехали. 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 Неваживаю. Поехали. 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 Ну и простая проверка помогла убедиться в том, что именно этот датчик и блокирует клавиатуру, а подключенный его метр показывает, что срабатывает датчик весьма ненадежно. Предвижу вопрос, а почему бы не выкинуть этот датчик и не оставить контакты закороченными постоянно? Но дело в том, что блокировки от балды не ставят, и при ремонте мастер просто обязан сохранить все элементы безопасности. Конструкция разборная, значит можно и нужно заглянуть внутрь. Внутри корпуса два посеребренных контакта, что видно по почерневшим краям. А внутри болтается стальной цилиндрический грузик, который в вертикальном положении должен с собой замыкать эти самые контакты. Визуально видно, что на неподвижных контактах посеребрение в рабочих местах не повреждено и не подвергалось каким-либо механическим воздействиям. На стальной грузик для лучшего контакта установлено медное колечко, которое тоже когда-то было с посеребрением. Но оказалось, что контакт на грузе кто-то когда-то пытался зачистить, и посеребрение примерно на половине поверхности местами снято прямо до меди. А при таких условиях, конечно, невозможно надеяться на надежность контакта. Я поинтересовался на этот счет у хозяина, но он ответил, что аппарат в ремонте никогда не был. А управление изредка заедало почти сразу, но он с этим мирился. Датчик нужно менять, но как обычно нечем. Похожие датчики продаются, но доставку ждать больше месяца. А заказчики, как известно, ждать не любят. У меня есть датчики опрокидывания от масляных нагревателей, но они просто не подходят туда по габаритам. А еще у меня нашлась посеребренная оплетка от радиокабеля. И с ее помощью я увидел возможность восстановить поврежденный контакт. Оплетку я растянул, расплющил, плотно намотал на цилиндр, а концы припаял. Продолжение следует... Теперь тестер показывает, что датчик работает куда более надежно. В открытом состоянии теперь кнопки не срабатывают, а в закрытом есть управление. Ну вот и все. Техника сжет. А я видео заканчиваю. Всем хорошего настроения. И надеюсь, что вы найдете в ролике что-либо полезное. До свидания.